всем приветик и приятного аппетита у меня ужин короче у меня рис просто отварила я рис и пожарила куриные котлеты хрустящие помидорка мама солила свекровь моя мама свекровь моя не всегда мамы называю в общем мама солила у меня тоже это вот мы мамы и мамы уже съели банку осталось вот банка свекрови пищу нет вот это вот мама моей потому что это сладковатый такой вкус а ядреные у свекрови нет от моей мамы банка да как раз вот остатки а под крышкой было свекрови но очень вкусный конечно я люблю такие ядреные но эти не менее вкусные так сало ну типа оля копченая там понятно да и хочу я соевого соуса добавить я люблю вот такой пушке рис я люблю так ну если просто рис отварила в воде соленый например то только соевым соусом и у меня ты что у меня еще тут а еще и хочу знаете что сделать ультром кетчупом намазюкать котлетки вот так вот сделать как раз рассол хватает для того чтобы не покрыли помидорки и достаточно и прям красота можно обратно в холодильник выбирать банку и не протухнет не протиснет ничего с ней не будет вообще будем есть рис я вообще давно не ела не знаю почему знаете плохо готовила я наверное месяц назад возможно я уже не помню даже дети у меня любят макароны 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 в последнее время не особо прям ем поэтому поэтому я голодная и за месяц голодная рис я люблю в любом виде ну конечно не в сухом естественно я же вот в одно мне достаточно например соевым соусом сдобрить и вообще вкуснотень потому что у меня сегодня так значит я вам положила хорис значит с котлетами и они не любят подливку поджарку такого что да вкусненькое было морковочки с лучком поджарить томатная паста положить такой пережарить такую вкусняшку сверху не ни один они у меня так не едят ну кроме китл конечно со мной двое это идолов и короче из-за них пришлось просто отварить я говорю вы как будете кушать ну положи мне просто так положила котлета ладно чуть не проткнуло цвет короче мне котлета не понравилось это ему начинает кетчуп ты тоже невкусный взяла у него чё по маэс там что ли представляете сегодня такой я по выслушивала от него ну убить просто такая красивая помидорка с пипочкой а да у меня и разные ногти еще не сделала вторую руку это красота смотри какая вот тут у меня смотри что смотрит я не обижаюсь на комментарии где там написали про мою дочь то что она отвратительно себя ведет у нее поведение не очень хорошая потому что я ей задала вопрос типа как ты относишься к тому что у тебя написали там в комментарии что вообще должна сама уже и макароны в этом возрасте варить и я чуть ли не знаю что делать и маму на руках носить это я уже утрирую сейчас дети такие Елена писала сейчас дети такие я не знаю у меня Кирилл ну предыдущее видео может быть посмотрите кто не в курсе как она там ответила на этот вопрос Кирилл у меня не может такого позволить вообще то есть ему 9 лет он не может со мной только разговаривать нет ну ему 9 а и 13 возможно гормоны я не знаю ну посмотрим дальше вообще я не обижаюсь это мнение каждого только смотрит может быть у нас совсем дети другие это не зависит от воспитания это зависит от окружения с кем они общаются а что они впитывают возможно у нас она совсем другая была там когда мы в Москве были у меня за Кирилла горой была конечно здесь горой но здесь уже конечно повзрослее девочка так такие мои 14 лет уже встречаются с парнями что мы хотим ммм рассол чуматозный завтра стану как Винни-Пух с пяточком Лежка у меня будет пятачок а я буду Винни-Пух кайф да я сказала что я рис люблю да я его и херачу один из котлетов ммм почему ему котлеты не понравились я не понимаю а потому что они куриные теперь понятно да котлеты реально вкусные в ленте брали не видно в панировке там были коржи наггинцы развесные и вот эти вот круглые ну круглые блять я рассказываю кому-то в детском саду вот есть квадратные блять а есть круглые ну я имею ввиду наггинцы есть там были развесные у меня уж покраснело застеснялась за мату своего были просто котлеты короче наггинцы тоже такие же куриные той же фирмы на развес они были 299 рублей эти были просто котлеты были также в панировке все дела вся красота такая да 230 с чем-то рублей короче 240 рублей все это подумал зачем я наггинцы они такие маленькие ну возьму большие котлеты а они подешевле будут в принципе ничего мне нравится поэтому говорю вот мне Леша сказал я не люблю я не люблю но на вкус и цвет товарищей нет не любишь не ешь да не ешь я же его не заставляю есть вот он например вот такой кусочек оставил от котлеты от двух котлет как я ему в тарелку положила да и рис вот ну вот чуть погольше чем у меня оставил но если человек не хочет еще заставлять его буду нет мы отдали собаке собака съела а я уже объелась я сегодня короче днем ела торт торт на работе торт и пиццу у нас был день рождения у коллеги поэтому особо вечером я есть не хотела так не хотела да сколько положила себе столько сил можно сказать вот так потому что я на ннк вообще не обижаюсь ну давайте если даже ну конечно если совсем уж такой гнусный комментарий да и то не обижусь знаете просто в блог кину и все я же не совсем такая ебанушка ебанушка на кого-то там обижаться нет конечно а это реально вкусно вот эта вот штучка грудинка она называется по-моему это я нарезала на общий стол когда дети кушали ну то есть я последняя такое поняла сказала она резала двумя слоями то есть нижний слой видите да дырочки и верхний прям вверх вверху слой сделала говорю а вы не ешьте говорю нижний слой то есть они выковыривали прям снизу им нужно обязательно снизу блять было взять ну нет говорю вы не ешьте снизу кто-то похож по клеенке прошелся ножом или нет я теперь паникую знаете купили короче клеенку на стол она такая красивая смотрите в телеграме показывала да она переливается такая интересная клеенка типа жидкое стекло жидкое стекло и вот это вот жидкое стекло жидкое стекло 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 короче я боюсь то что дети ну у нас было оно это жидкое стекло оно еще в этих влюбрицах горячее поставишь все скухожилось чуть-чуть надрежешь уже все порез и короче не очень такое удобное дело так красиво конечно дорогое удовольствие ну то есть если порежешь например вот это у нас 550 рублей вышло кусочку на этот стол то есть жалко будет да если оно например здесь поставишь горячее вот я поставила горячее оно здесь скухожилось так вот съежилось внутрь и вот жалко будет да вот просто 500 рублей просто выкинуть придешь с работы да а дети вот тут ели горячее наставили и у нас здесь все скухожилось естественно жалко вот и в принципе вот наш стол новый стол серенький такой прям мне нравится стиль лофт такой интересный мне кажется я даже стены знаю каким сделаю мы уже присматриваем либо жидкие обои мы это сделаем стены обделаем вы не переживайте у нас все будет красиво скоро либо жидкими обоями мы стены короче ну как об штукатуре на либо не хочу уже а красивый стакан с синей ручкой либо жидкими обоями либо панелями либо обоями которые в камушек ну не знаю ну я уже склоняюсь к жидким обоям что на стену не ровно и можно ну которые там этими обоями ну чтобы не видал вот этот все на не что они шероховаты такие если у кого есть опыт в жидких обоях скажите мне пожалуйста как вы там это и нормально все это замуслякать вот немножко вам показалось вас увидела я вас почитала очень много почитала даже почитала людей очень много в скрытых комментариях так столько говнище вылилось это конечно я не схавала это просто выкинула в унитаз столько воды слила это просто жесть а это тайснов он тоже кушать хочет вот знаете спасибо всем кто мне пишет комментарии кто ставит лайки да и вообще кто подписывается и вообще всем спасибо что вы со мной особенно моим гульком который меня поддерживает ну цвета ногтей вообще не могу а не поменять нужно а сегодня просто допоздна учили уроки и мне некогда было